Добрый вечер! От бюджетников до президентов. Последний день июля давайте подведем первые итоги туристического сезона двух Алтаев. Вот, судя по статистике, а также светской политической кронике, мы, наконец-то, пользуемся большой популярностью. Приятно. А вот почему так? Погода, ну, конечно, не только. Вот обсудим. А начну, как всегда, в пятницу с обзора того, что произошло и о чем мы узнали за уходящую неделю о деньгах и квадратных метрах. И средней зарплате, да. За первое полугодие в Алтайском крае было введено 354 тысячи квадратных метров жилья. Это четвертый по значению показатель в Сибирском федеральном округе. К краю выделено из федерального бюджета 185,5 миллионов рублей на строительство и реконструкцию автодорог. Среднемесячная зарплата в Алтайском крае с января по мае 2015 года составила 18 994 рубля. Это самый низкий показатель в Сибири. В среднем сибиряки получают почти на 10 тысяч больше. Ну а самые большие зарплаты в Красноярском крае, Томске, Иркутске областях, вот три места за 30 тысяч. Но тут, в общем, тоже понятно, да, это норильский, там никель, добыча газу, кемеровчан, уголь и много об этом уже говорилось. Поэтому, полагаю, особо впадать в панику или акцентировать факт нашего привычного отставания не стоит. Вот давайте посмотрим лучше на динамику. Она положительная, хоть невеликая, плюс 3,5%. А в кризисный год такую тенденцию держать, ну, уже что-то. Главной теме. В июле загрузка баз в Горном и в Край была близка к максимальной. Об этом говорят туроператоры, да и сами туристы, которым не доставалось порой мест на привычных базах. Впрочем, находили неподалеку. А что в Яровом-то творилось и творится? А в Белокурихе, а в Завьялово? По оценке деятелей туристического бизнеса, рост заявок на бронирование составил 20-30%. Примерно настолько же, по экспертным оценкам, вырос и поток диких туристов, ищущих места самостоятельно. Помимо Ярового и Белокурихи, настоящий бум настиг Завьяловский район. На озерах одновременно находилось несколько десятков тысяч человек. То есть не только уже в Горно едут люди, стало быть, не только в республику, но и в Край. Негативные стороны я рассматривать не буду. А можно сказать о неподготовленности и инфраструктуре к такому наплыву в том же Завьяловском районе. Об ударе по экологии тех же озер. Ну, понятно, что палачный туризм все равно должен дополняться, а потом вытесняться элементами современной индустрии туризма. О дороге, о безопасности. Но дорогами тоже связаны, что мегатравматичная М52, что приозерные трассы. Эх, тема, что называется, большая и отдельная. Но все-таки удача, в чем же причина такой туристической удачи? Погода, само собой, а еще стала складываться, наконец-то, некая мода на отдых на Алтае. Мы видим у нас звезд, и политики, и шоу-бизнеса видят их, и люди за пределами Алтая. Ну, в общем, исследуют их маршрутами. Владимир Путин, Сильвио Берлускони, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, оппозиционный политик Алексей Навальный. Все они отдохнули этим летом в республике Алтай, о чем широко сообщалось в СМИ и соцсетях. Публичные политики нуждаются в рекламе, а заодно рекламируют и нас, говоря о своем времяпрепровождении. Еще раз повторю, отличать республику от края навряд ли четко могут даже все вышеперечисленные граждане. Так что рекламируют нас, это нас всех, оба региона. Такого поблизости, знаете ли, ни за какие деньги не приобретешь. Имеются данные, после сообщения об отдыхе Путина популярность базы увеличилась резко. Плюс к тому, подражая президенту, к нам направилось сразу несколько депутатов Госдумы с семьями. Их много, они весьма не бедны и публичны. Добавим сюда звезд шоу-бизнеса, вроде Сергея Светлакова с их читателями и подписчиками. Но, конечно, дело не только в подражании звездам, у которых, кстати, укажут свои резоны, почему ехать на Алтай. Навального за границу не пускают, наверное, Путин туда не рвется. Но дело вот для простых-то людей в ухудшении отношений с остальным миром, в девальвации национальной валюты. И, наконец-то, всех поздравляю, на Алтае перестало быть однозначно дороже, чем в Турции. Как-то все само собой вышло. Наиболее массово отдыхают на Алтае жители соседних регионов. Сообщаются данные о том, что среднесуточный трафик на автодороге Новосибирск-Чуйский тракт сегодня составляет 8,5 тысяч легковых машин в сутки. Это в два раза больше прошлогоднего. Стало меньше клиентов из Европы, зато заметно больше групп из Поднебесной. А реплика сегодня звучит так. Август обещают быть жарким, санкты отменять не собираются, валюта растет, а значит, туристический сезон на Алтае пойдет на новые рекорды. Но сойдутся ли так звезды и на будущий год? Может, это как-то закрепить этот нечаянный успех? Увидимся в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok